Фитнес-центры все чаще выбирают зрелые люди. Средний возраст тех, кто сейчас приходит в залы, 37-39 лет. Это общероссийская статистика. И Барнаул не исключение. Люди хотят быть в тонусе и долго оставаться здоровыми. Во-первых, демографическая ситуация. То есть молодежи просто физически меньше. Во-вторых, сознание работы здоровья, оно приходит чуть позже. Ну не в 20 лет, а не в 25. И даже не в 30. Я хочу здоровья, я хочу хорошее самочувствие, я хочу ресурсное, энергичное состояние. И я хочу измениться внешне. Чаще всего в залы идут за этими вещами, но есть и другие. В фитнес-клубе можно не только провести время всей семьей, причем каждый найдет то, что по душе именно ему, но и познакомиться. Вот мне там, условно, кому там, не знаю, 30-35 лет, я куда пойду знакомиться? В ночной клуб, ну, ту матч. На работе, ну, я его или ее знаю там 10 раз уже. То есть мне все прочитано, книга эта вся. На улице знакомиться. У нас, могу сказать, есть много созданных семейных пар среди клиенты-сотрудники, сотрудники-сотрудники, клиенты-клиенты. Это же еще и твой досуг, то есть ты проводишь время на тренировке, и тебе должно быть, помимо того, что результат какой-то, да, внешний или здоровье у тебя там появляется и так далее, укрепляется, тебе должно быть в этот период, ну, просто комфортно, да, и каждому разные виды деятельности, да, разные виды активности более комфортны. Именно поэтому набирают популярность также студии танца, да и, в принципе, клиентам готовы сейчас предложить почти все, что они пожелают, вплоть до метания ножей. Но эксперты не смогли уверенно сказать, что в наше непростое время люди выбирают для тренировки более агрессивные направления. Каждый человек справляется с этим по-разному. Кто-то расслабляется танцуя, кто-то занимается йогой, медитирует, стоит на гвоздях и тоже расслабляется. Кто-то поколотил грушу, попрыгал на джампингах и тоже расслабился. Поэтому вот здесь прогнозировать, какое из конкретных профильных направлений возьмет верх, ну, наверное, сложно. Одним из трендов времени эксперты назвали стремление выбрать профессионального тренера, которых, кстати, сейчас не так уж и много. Почему-то в последнее время в фитнес-клубах тренера не имеют ни звания, ни разряда. Они прошли какие-то курсы, берут за это деньги. И вот сейчас такая тенденция пошла. Люди приходят в фитнес-зал, я очень много раз видел это, и говорят, мы хотим персональную тренировку. Окей. А у вас какие тренера? За круглым столом обсудили возможности совместных обучений тренерского состава. А вот возможность тренеров утром давать занятия в одном клубе, а вечером в другом поддержали не все. Все-таки бренд фитнес-центра должен быть в приоритете. Из плюсов для клиентов эксперты отметили появление новых клубов, цифровизацию, есть масса приложений для спорта и цену, которую владельцы стараются держать, чтобы народ не ушел конкурентам. Ну а с выбором тренера человек должен определиться самостоятельно или по отзывам других. Главное – прийти в зал. Примерно 70% клиентов приходят, ну я просто хочу зал посмотреть. Я хочу зал посмотреть и, ну, позаниматься для себя. Я и так все знаю, в принципе, я для себя. Ну и хорошо, дальше мы уже выявляем потребность, предлагаем какие-то варианты решения его глубоких проблем, о которых он даже не догадывается. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.